В деле о пожаре здания по Ненецкой-10 нет криминальной составляющей. Об этом стало известно в ходе брифинга журналистов с представителями Главного управления МЧС и Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого округа. Специалисты ответили на самые волнующие вопросы относительно противопожарной безопасности. В следующем материале все подробности. Неутешительная статистика экстренных служб свидетельствует об увеличении роста пожаров. Так, если в прошлом году количество возгораний равнялось 12, в 2019-м цифра увеличилась на 5. Для малонаселенного региона даже 17 пожаров за один месяц довольно-таки много. Как пояснили в ходе брифинга, это связано с наступлением сезона холодов. Сезонное явление, понятно, что наступление холодов и так далее. Народ начинает пользоваться печным отоплением, электропоеборами и так далее. Но прогревать технику, уже используя какие-то приборы отопительные для загрева автомобилей техники. На самом деле профилактическая работа не прекращается. И сейчас с 11 числа в отряде казенного учреждения отрыва государственной противопожарной службы издан приказ об усилении профилактической работы с населением. И со вчерашнего числа уже они проводят соответствующие рейды, профилактику обход непосредственно по дворовых, по квартирной обходы. Что касается уже произошедших пожаров, заместитель начальника главного управления МЧС по Ненецкому округу прояснил журналистам ситуацию по расследованию причин пожара в крупном развлекательном центре окружной столицы. Напомню, в ночь на 22 октября огонь практически полностью уничтожил второй этаж здания по улице Ненецкой. Там располагался фитнес-клуб, игровой комплекс «Лимпопо» и ряд других организаций. У нас по «Лимпопо» приезжал сюда специалист испытательной пожарной лаборатории. Это специалист, она замначальника ИПЛ из Архангельска. Специалист, она очень хороший, отработали. Мы сейчас на данный момент можем сказать, что сейчас готовится к испытательной пожарной лаборатории заключение. Но мы можем сказать только лишь то, что причина не криминальная. То есть там это не связано ни с какими действиями, никаких третьих лиц. И это, скорее всего, утверждать тут на все 100% мы не можем, но, скорее всего, тоже это не связано с неосторожным обращением. Что касается еще одного крупного пожара, который случился в поселке Искателей. Напомним, дом номер 12 по улице Строителей сгорел ранним утром 28 октября. Без крова остались 59 человек. Погибших при пожаре нет. Сейчас дознаватели также устанавливают причину возгорания. По факту этого пожара возбуждено уголовное дело. И задача этого уголовного по 168-й статистику. Да, по 168-й. Да. В основных версиях у нас две. Либо это электротехника, либо это неосторожное обращение с огнем неустановленных пока еще лиц. Значит, и, скажем так, что тоже дознаватели наши на месте работали. Все материалы, значит, все вещественные доказательства, назовем их так, там с места изъяты. Это все соответствующим образом оформлено. И также отправлено уже почтой в испытательную пожарную лабораторию. Так как ИПЛ Архангельской области, мы находимся в сфере ее деятельности. Поговорили в ходе брифинга и о противопожарной безопасности на селе. По словам представителей исполнительного органа власти, в труднодоступных населенных пунктах региона к профилактической работе подключились добровольные пожарные дружины. Кроме того, во всех сельских поселениях Заполярья сегодня созданы пожарные посты, укомплектованные как личным составом, так и необходимой пожарной техникой.